А в Тельце, здесь мы можем посоветовать следующий сценарий. Такой ребенок, вообще, конечно, земные луны, они очень бдят свои границы, да, то есть земная луна, она очень, ну, как скажем, остро относится к вопросам, и не только земная, водная тоже в этом плане очень остро относится к своим границам, и к тому, что можно трогать, а что нельзя из-за вещей, и вообще их тоже, в том числе, трогать надо осторожно, вот, по их разрешению, так сказать. Но луна в Тельце наиболее нежная среди всех остальных, ну, в плане, она любит, когда есть тактильный контакт, и вообще принято обнимать ребенка вот не за что-то, да, не за то, что он там хорошо получил пятерку, да, хвалить его и обнимать, не за то, что он просто пришел и сделал что-то по дому, а за то, что вы его просто любите, да, почаще ему об этом напоминать и говорить. Вот для луны в Тельце это очень важно, то есть и особенность это девочка, мальчику, может быть, это менее важно, но девочке, то есть вы вообще полезно, как психологи говорят, не менее восьми раз обниматься, да, в день. В целом это перезарядка такая, вот вы должны обязательно свою девочку и мальчика тоже обнимать просто так, просто потому, что он есть, и напоминать ему просто потому, что ты есть, я тебя люблю. И не важно, там, ты отличник, троечник или кто-то, я тебя просто люблю. Вот, и, соответственно, это уже будет, ну, большое дело, поверьте. Причем это подходит, конечно же, всем детям, это базовая потребность всех детей, любой психолог вам об этом скажет, но для луны в Тельце это просто вот жизненно необходимо. Дальше, соответственно, помимо тактильных контактов, когда вы вообще хотите выяснить какие-то причины беспокойства вашего ребенка, успокоить его, достаточно просто прикоснуться к нему нежно, да, особенно в разгар какого-то, скажем, и, ну, сказать, давай посидим с тобой нормально, обсудим без эмоций, да, вот так глазя его как бы по руке или там. То есть, опять же, через тактильность очень многое решается. Надо обязательно выражать обеспокоенность, что вы действительно беспокоитесь за него, потому что луна в Тельце, она иногда испытывает некое чувство равнодушия, что людям плевать, да, что недостаточно какой-то, так скажем, тоже эмоциональной вовлеченности, да, и она не чувствует, что вы как бы преданы ей, преданы в каком-то, в каком-то плане. Привет, привет. Вот, и, следовательно, очень важно, чтобы вы не забывали показывать ей, что вам не безразлично, если у нее что-то происходит, и часть вашего эмоционального плана ее проблемы занимает. Но, тем не менее, если она вас не просила и не спрашивает, это не значит, что надо лезть к ней без спроса. То есть, имеется в виду, что вот ее вещи отдавать и самостоятельно другим детям или там что-то в этом духе никогда не вздумайте. Это будет касаться луны в Скорпионе, но главное, если она, можно научить ребенка своим примером, исключительно своим примером, быть как бы не собственником, а таким дружелюбным, да, то есть, ну, просто показывать, что это нормально, что вы чем-то делитесь с другими, что вы сами по собственному желанию что-то отдаете. И он, глядя на вас, тоже захочет поучаствовать в этих процессах, да. То есть, а если вы будете отбирать, что-нибудь, нет, надо младшему отдать, нет, надо этот кусок там, грубо говоря, тогда это не будет перспективно, вы только нарушите психологическую целостность такой луны. Ей очень, она все-таки собственническая достаточно. Вот, помимо этого, луна в тельце, конечно же, ожидает, что мама будет обеспечивать некую стабильность, но при этом будет разрешать ей, так скажем, периодически, ну, на некие испытания себя на прочность, да, отправляться. То есть, не будет сажать ее дома и говорить, доченька, только огород, только там пирожки, только там рукоделие. Нет, она будет вполне лояльно относиться, если дочка скажет, мам, меня задолбала наша деревня, ты, конечно, извини, но это я просто пример привожу, это не у всех так. Но я поеду в большой город достигать больших вершин, пойми меня правильно. И мама в этом случае не должна ни в коем случае препятствовать, да, она должна, опять же, так скажем, не нарушать эти границы, которые сам для себя ребенок эти рельсы обозначил, дать ему возможность попробовать себя в каких-то испытаниях, да, так скажем, это будет очень правильно. Добрый, у каких детей, я согласна с вами, это тоже правило для всех детей, что нельзя забирать у них вещи и кому-то там отдавать, ни младшим, ни старшим, но своим примером можно любого ребенка действительно научить это делать. Конечно, не стоит вообще трогать что-то у земной луны на столе, вот у нее на столе свой порядок, не надо подходить и там что-то менять, она сама поменяет, как ей нужно, потом она будет ругаться, что не может ничего найти, и вы в этом виноваты. Также со шкафами не лезьте в эти шкафы, пусть ребенок сам решает, как ему раскладывать вещи. Еще очень важно, чтобы вы как бы давали возможность ребенку распоряжаться с луной в тельце своими деньгами. У него должен быть свой бюджет, свой бюджет, который вы выдаёте, допустим, ну там, ну 5 тысяч рублей в месяц и говорите, вот это тебе как хочешь, так и тратить, да, вне зависимости от того, хорошо он научится или плохо. Это просто его личные как бы финансовые возможности. И вот чтобы он научился копить, откладывать на то, что ему нужно, поверьте, это в принципе включится в нем достаточно быстро. Вот, и чтобы в семье все же была максимально какая-то стабильная обстановка, но с возможностью ее как бы встряхнуть, если ребенок этого захочет, и там, пойти на какой-то спорт, и поехать в другую страну учиться, еще что-то, родитель не должен этому препятствовать. Да, можете подарить ребенку копилку, чтобы он сам там откладывал по конвертикам, что ему нужно с этими деньгами. В общем, нужно, опять же, давать ему возможность самостоятельно решать, как распоряжаться финансами. Это очень важно, и поверьте, он проявит в этом определенные таланты. В детстве ему будет очень приятно, что вы ему доверяете, как денежку, да. И даже особенно ему будет приятно, если вы еще посоветуетесь с ним, как вам потратить, может быть, какие-то деньги. Ну, там, допустим, покупать, не покупать, да. И у этого ребенка, у него чуйка вообще, в принципе, изначально, особенно в детстве это очень хорошо работает. С возрастом это работает даже хуже. В детстве у него чуйка такая, что вот эта вещь хорошая, а вот эта вещь может быть не очень хорошая. Поэтому вы можете его немножко использовать, как такой металлоискатель. Ну, не металлоискатель, а вещи искатель. Вот. Но если, ну, потому что не умеет копить и откладывать вашу Луна в телецепт, потому что ей родители не доверяли. То есть не доверяли, не давали, вот она и не умеет. Вот поэтому все за нее делали, вот она и слабая. А Луне, там, где Луна ребенка, там реально можно получить проблему в связи с тем, что вы будете, ну, так скажем, если вы будете все делать здесь за ребенка, по этому знаку, да, что-то делать, не доверяя ему, то он это просто запомнит и станет беспомощным абсолютно в этом. То есть и это отвратительно. Выученная беспомощность – это один из самых ужасных психологических заторов и затыков в жизни людей. Вот. И поэтому родители не должны ни в коем случае потакать слабости ребенка по знаку, а наоборот, помогать ему осуществлять это самостоятельно. Это общий принцип для любой Луны. Телеце с возрастом станет грубее и перестанет, так скажем, тянуться к вам за какими-то ласками. Потому что когда мы вырастаем, то становимся постарше, начинает работать управитель первого дома, он у всех разный, и не всем нужны эти уже обнимашки. Но в детстве это важно. Тактильный контакт будет важен. Это потом может измениться, но вначале это действительно источник понимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова